Мы хотим пожелать сладкого, хорошего и сладкого года Шанатова Амадука всем нашим дорогим друзьям, где бы вы ни были. Хаазино Шамайн, прислушайтесь небеса и земля, и мы на земле тоже должны прислушаться. И давайте прислушаемся голосу нашего сердца. И в данный момент голос сердца Бориса будет говорить с нами гитарой. И вот этот вот момент, что мы сейчас все собираемся, это здорово. Мы сейчас стоим на такое время перед Йом-Кипуром, день искупления. Суд над нами уже идет, рассматривается, надеюсь, что он рассматривается в хорошую сторону. Я думал, когда мы пришли что-то сыграть, я хочу попробовать, попробовать сыграть Йом-Кипур. То есть не выразить словами, а попытаться выразить такой небольшой импровизацией, в которой каждый может услышать что-то свое. Посмотрим, что получится. Субтитры делал DimaTorzok 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 Я немножко объясню, в этой музыке для меня есть вот это. Какая-то такая бесконечность. Хармония. Субтитры делал DimaTorzok Спокойствие. Есть трепет. Поязы вместе с любовью. И все это разрешается успокаиваться милосердием. Это то что я могу сказать. Еще что-то? Вы мне говорите еще что-то. Я понимаю что вы хотите чтобы я сыграл Денинградную косточку. Да? Это... Виноград, косточка, В теплую землю зарою, И лозу поцелую, И спелые грозди сорву, И друзей созову, На любовь свое сердце настрою. А иначе вы зачем на земле В этой вечной живете? Собирайтесь, гости мои, На мое угощение, Говорите мне прямо в глаза, Кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощенье За прегрешенье, А иначе зачем на земле В этой вечной живете? В черно-красном своем Будет петь для меня моя дали, В черно-белом своем Приглашу перед нею главу, А иначе зачем на земле В этой вечной живете? А иначе зачем на земле В этой вечной живете? А иначе зачем на земле В этой вечной живете? А иначе зачем на земле В этой вечной живете? А иначе зачем на земле В этой вечной живете? Виноградная косточка в теплую землю зарою И лазу поцелую, и спелые грозди зарою Не друзей со собой, а любовь в свое сердце построила А иначе зачем на земле это и вечное жилье? А иначе зачем на земле это и вечное жилье? Спасибо Вот раз я прокомментирую и скажу, что выражаю не только благодарность Но хочу сказать, что виноградную косточку в теплую землю зарою Это о том времени, в котором мы сейчас здесь с вами находимся Почему? Потому что удивительное время между Новым Годом еврейским Рошашаной и Йом-Кипуром Что такое Рошашана? Судный день Что такое Йом-Кипур? День прощения Нам кажется, что нужно было бы сначала простить, а потом судить А почему-то у нас сначала день суда И лишь только после этого день прощения Какой же смысл прощать, когда нас уже судили? И поэтому мудрецы как бы открывают перед нами тайну этого дня И говорят, что Рошашана это не судный день прошлого Когда кто-то на небесах судит нас за то, как мы прожили жизнь Нет, не это Рошашана Потому что Рошашана происходит от слова Рош А что такое Рош? Начало, голова Рош, это голова, это начало, это косточка Мы не судимся за прошлое, а мы определяем себя будущим You're not what you think, you are what you think about Ты не то, что ты думаешь о себе, а ты то, о чем ты думаешь, о чем ты молишься, чему ты стремишься То, какую косточку ты сеешь на следующий год Какой здесь урок Мы не можем исправлять прошлое до тех пор, пока мы не определили себя, куда мы Потому что куда мы определяет наше направление в будущее Определяет, кто мы И если царь Давид сказал нам То нужно сначала творить добро и определить, где свет И идти к свету А потом уже можно думать о том, как прощать прошлое Прежде всего, не только, чтобы Бог простил нас, не только, чтобы люди простили нас А чтобы мы умели простить себя Потому что тот, кто не умеет простить себя, он не умеет прощать других А что означает простить себя? Это позволить себе начать новую жизнь Что означает простить какого-то человека? Это означает верить в него Что он может изменить себя Поэтому удивительно, что мы находимся не просто здесь А мы находимся в месте, в котором у нас присутствует Присутствует Я хочу просто показать У нас там присутствует вода А ведь вода это что такое? Вода это ташлих А что такое ташлих? Кто мне может сказать? Больненько скажите, что такое ташлих? Я послушаю, что вы скажете Ну, а что делают в ташлих? В ташлих это молитва, которую делают возле воды Вот мы сейчас возле воды Что если мы сейчас сделаем то, что, может быть, кто-то вообще не сделает, если не сделаем мы? А может быть, мы не сделаем, потому что у нас суета-суета А что если мы сделаем сейчас вместе с ташлихом? С удовольствием А вы споете по этому поводу следующую песню Но смысл ташлиха в том, что еврей подходит к воде и говорит «Ми эль камоха, но сэ авон вовер аль пеша» Всевышний, кто всемогущ подобно тебе, который терпит грех и прощает? «Ты вернешься к нам, ты возьмешь наши грехи и бросишь их грехи в пучины морские» Здесь какая-то несусветится с точки зрения языка Все услышали, да? Возьмет чьи грехи? Наши А бросят, чьи грехи? Их! Как это может быть? Потому что в тот момент, когда человек не только направился в будущее Но он также переосмыслил прошлое И может быть какие-то события его жизни трагические Они стали для него уроками, которые позволяют ему как трамплин двигаться вперед Это не просто ошибки, это дорогостоящие уроки, как говорит ваш учитель В одном из интервью мне Александр, его зовут? Александр Веницкий Александр Веницкий, правильно? Он говорил, это наши клады, наши ошибки, наша боль Это когда человек определил свое будущее и в свете этого будущего переосмыслил свое прошлое Он стал новым человеком И когда мы подходим к воде и мы говорим Мы просим обновления Мы хотим стать новыми людьми Как говорил царь Давид Лев тагор Берали луки Чистое сердце Сотвори мне Всевышний Брух нахон И сильный дух Хадыш бекарби обнови внутри меня Поэтому молитва о воде или у воды Молитва у воды Это молитва об обновлении Новый год Мы хотим, чтобы Новый год был хорошим и сладким Для этого нам прежде всего нужно обновить себя И стать хорошими и сладкими людьми Аминь Аминь Итак, передаем вам музыкальную пазу Пожалуйста Давайте споем, может быть, нашу шабатнюю песню? Давайте Только так, чтобы поддержали нас, да? Давайте, да Мы хотим, чтобы всех поддержали, да ПЕСНО СОЛЬНИЕ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Шаббатон Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Внутри нас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И когда первосвященник Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В храме своей души Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хочу упомянуть одну простую мысль Что как мы прощаем других так мы заслуживаем прощение Это огромное искусство Уметь прощать Если мы просим Всевышнего, говорим, Авину Малкейну, наш отец и наш царь, прояви милосердие к нам, прости нас, обнови нас. Мы говорим, что самое главное, это искусство простить себя, поверить в себя, что ты сможешь начать жизнь сначала. Но при этом, как важно помнить, что то, как мы судим друг друга на земле, так судят нас на небесах. И потому, если мы хотим заслужить прощение, то самое главное, что мы можем сделать, это простить всех тех, кто попросили у нас прощения. Мудрецы говорят, даже те, кто не попросил. Мы сейчас не говорим о прощении долгов или еще чего-то, это отдельные финансовые отношения. Но мы можем все равно простить людей, которые принесли к нам какую-то боль, и отпустить, прежде всего освободить свою душу от обиды. И, возможно, в заслугу за это, если есть люди, у которых мы не можем попросить прощения, мы с ними не в контакте, они, может быть, даже не в этом мире, то мудрецы говорят, что прощающий, даже тогда, когда не просит у него прощения, заслуживает прощения даже тогда, когда он не может его попросить. Поэтому дай Бог, чтобы еврейский народ удостоился прощения и обновления. И так, следующая музыкальная пауза. Я уже думаю, что у меня тут соседи. Кто играет? Соседи играют? Да, оказалось, в «Обмосковные вечера». Это ответочка. Вы серьезно? Да, 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 у меня тут соседи, у нас тут музыкальная улица осталась. Вау. Как еще с демейкер напарапану. Кальчика. Кальчика. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимуTorzok башни коммунизма того времени, то Авраам стал первым евреем. Что означает слово «еври»? Лавор. Перешел. Это и есть слово «еврей». Когда все шли туда, он обладал некой святой хуцпой, мудрецы это говорят. Это некое, какое правильное слово, чтобы не сказать дурного слова? Некой храбростью. В каком-то смысле, как бы дословно, мы это понимаем как наглость. Дерзостью. Собака дерзка. Поэтому мы тоже должны уметь дерзать. И это, между прочим, переводит меня в потрясающую мысль. Готовьтесь к объяснению, что такое колнидры, потому что я хочу, чтобы вы что-то сыграли. Любое произведение, которое вы сыграете для колнидры, будет прекрасно. Что такое колнидры? Мы, когда приходим вечером, в пятницу, в синагогу и стоем, то все начинается с какой-то уникальной древней мелодии, когда хазаны все подпевают ему, произносят слова «колнидры» все обеты и все обязательства и все клятвы. И при этом многие люди, когда это читают, они плачут. И есть люди, которые не понимают слов, они плачут. А те, которые понимают слова, они еще в большей степени удивляются, почему все плачут. Почему вдруг в этот момент слезы? Почему люди плачут? Потому что на самом деле, что происходит? Происходит какая-то совершенно, казалось бы, обычная процедура, где мы говорим, если мы дали какие-то обещания, которые были ненужными, ошибочными, и мы взяли на себя какие-то обязательства, которые на самом деле неправильны, то мы просим, чтобы они были отменены, потому что лучше не давать обетов и не выполнять. Поэтому Тора нам дала право определенного рода обеты отменить. И мы просим, чтобы они были отменены. Но почему слезы? Почему с этого начинается Йом-Кипур? Я слышал, что наш с вами большой, так сказать, друг и учитель, рабы Вай-Вай Джейкобсен, он сказал, это потому что обеты, обязательства, они могут быть не только «я этого не буду делать, я не буду пить вина, я не буду пить там еще чего-то», или «я не буду там куда-то ходить» или еще так далее. Но здесь также вопрос в том, что человек может сказать себе, а я этого не могу, а я не могу научиться плавать, а я не могу научиться стрелять, я не могу научиться воевать, а я не могу играть на гитаре, я не могу играть в шахматы, я не могу еще, а я не могу, я не могу научиться Торе, я не могу научиться молиться, я не могу творить добро, я не могу. Почему я не могу? Потому что We are limited by the limits of our imagination. We are limited by self-imposed boundaries. Потому что мы ограничены собственной ограниченностью. Это и есть суть нашего внутреннего рабства. Потому что что такое Египет, Митцраем? Это от слова Митцар. Цар, узкий, цурес, проблемы, узость. Что такое узость? Узость мышления. Узость понимания. И каждый засовывает себя в какой-то узкий ящик. И говорит, а я этого не могу. Почему? Потому что у него есть такое, как сказать, как это называется, self-imposed, кто мне скажет, какое правильное здесь слово, belief, да? У нас есть self-limiting beliefs. У нас есть вещи, в которые мы поверили, мы поверили, что мы не можем. Почему мы не можем? А мы не можем только по одной причине, потому что мы думаем и верим, что мы не можем. Люди не могут плавать, потому что они думают, я не могу. Не умеют ездить на велосипеде, на мотоцикле, на машине, потому что они думают, я не могу. Для того, чтобы изменить реальность, нужно изменить веру в себя. И для этого нужно сбросить самоограничивающие нас обеты. Поэтому, с одной стороны, мы хотим обновить год, мы хотим обновить нашу жизнь, для этого мы должны обновить, прежде всего, внутри себя, свою веру в себя. Поэтому каждый должен из нас выйти из своего какого-то внутреннего Египта, ограничивающего нас. Аризаль сказал потрясающую вещь, которую мы с вами не раз наверняка говорили в прошлом. Он говорит, вы знаете, о чем молятся евреи, когда они читают кол дидры, и почему они плачут? Да потому что в момент, когда евреи вышли из Египта, и, казалось бы, должны были войти в хорошую страну, текущую молоком и медом, в этот момент они испугались. Они сказали, мы не сможем войти в эту страну, потому что там сильный народ. И от страха они сказали, давайте выберем другого главу вместо Моисея и вернемся обратно в Египет, в египетское раб. Представляете, после выхода из Египта, после освобождения, после развержения моря, после дарования Торы, вернемся обратно в Египет. То есть можно выйти из Египта, оставаясь рабом. Что же нужно было делать? Всевышний как бы в сердцах сказал, окей, вы плачете понапрасну, а будете плакать на самом деле. Идите в Синайскую пустыню. Вы говорите, вы пришли сюда, я привел вас сюда, чтобы вы умерли в этой пустыне? Да. Как вы сказали, почему то поколение умерло в пустыне? Не потому что Бог так решил, а потому что они так решили. Потому что они решили свою судьбу словом. Поэтому нужно остерегаться собственных слов. И что же произошло? Что же произошло? Мы говорим, говорит Аризаль, что если Всевышний дал как бы обещание, клятву, обет, изгнание, плачете на самом деле, будете плакать на самом деле, плачете понапрасну, а будете плакать на самом деле, то мы хотим отменить его обет, изгнание нашего. А как мы можем это сделать? Он – это наша тень. Если мы прощаем друг друга, он прощает нас. Если мы судим друг друга положительно, он положительно судит нас. И если мы отменяем свои обеты, то мы таким образом, как бы вдохновляем не в леса, а отменить свой обет изгнания. И потому, по сути, это борьба об отмене наших обетов. По сути своей, это борьба к небесам. Отмени наше изгнание. Отмени страдания, холокосты, испанские инквизиции. Верни нас домой. Отстрой Иерусалим. Верни нас к храму. Поэтому, когда заканчивается Йом-Кипур, то мы слышим звук шофара и вдруг все вместе начинаем петь Лешана Баби Русалайи. Лешана Баби Русалайи. Лешана Баби Русалайи. Поэтому мы начинаем Йом-Кипур с мольбы о Иерусалиме и заканчиваем Йом-Кипур радостью, предчувствием Иерусалима. И потому, что такое праздник Суккот, который следует за ним. Мудрецы говорят, если в Росшану мы мечтаем о возвращении домой, в Йом-Кипур мы просим прощения и просим, чтобы нас вернули домой, то в Суккот мы возвращаемся домой. Мы как бы переживаем будущее и как бы Всевышний принимает в объятиях своих, в шалаше, возвращающегося к нему еврея. И тогда Симхас Тора, праздник радости Торы, ничто иное, как когда мы отмечаем вместе и радуемся, что мы вернулись, и мы не одни, и мы все вместе. И не мату, а на им, ше ве дахим, я в яд. И не мату, а на им, ше ве дахим, я в яд. И не мату, ше ве дахим гам яхан, и не мату, ше ве дахим гам яхан. Сейчас переведу на русский. И не мату. Вот что красиво и хорошо, когда братья сидят вместе, рядом друг с другом. Вот что и красиво, и хорошо, и как должно быть. Когда братья, весь наш народ сидит вместе, едино. И не мату, ше ве дахим гам яхан. И не мату, ше ве дахим гам яхан. ве дахим гам яхан. И не мату, а на им, ше ве дахим гам яхан. И не мату, ше ве дахим гам яхан. Я думаю, что наша потрясающая огромная аудитория, которая сейчас вместе с нами, не только аудитория, которая сидит с нами здесь в Бруклине, в замечательном месте, это можно сказать у канала или где мы находимся здесь, это канал или что это такое, да? Ну да, наша такая персональная миква. Да, кстати, это об обновлении, о воде, она ждет еще одного музыкального произведения. Я даже могу предложить вам, если вы начинали с музыки гитары, вы передали нам одухотворенную мелодию спокойствия в вечности Йом-Кипура, то, может быть, вы нам дадите еще одну мелодию, которая возьмет нас с Йом-Кипура и трепета, может быть, вперед по жизни. Ну, это уже, как скажет нам Буря. Да, это уже. Э, верно? Э, верно? Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Браво, браво и браво! И потому получается, что радость извращения к себе, к сути своей, к Иерусалиму внутри себя, к храму внутри себя, к святых внутри себя, означает найти себя, а потому найти свое место, предназначение и миссию в жизни. И тогда уже праздник Сухот становится праздником того, что я живу в соответствии со своей совестью, своими ценностями. Я выражаю себя, и нет больше радости, чем радость служить Всевышнему. Не потому, что я обязан, как сказал царь Давид, да, Ивду и Сашембе Симка, не потому, что я должен служить с радостью, а потому, что если я служу своему народу, своей общине, человечеству, то нет большего счастья и радости у человека найти себя, найти свое место, найти свою службу и предназначение и жить этой жизнью. Поэтому хочется пожелать всем нам сладкого в этом смысле года, вот это и есть сладкий год, вот это и есть сладкий год, найти себя и со сладостью служить близким, своей семье, своим друзьям, своей общине. Поэтому надеюсь, что у нас пройдет замечательный год. Вот это только мое пожелание Шанатова Умэтука, хорошего и сладкого года. А Боря, что вы пожелаете всем нашим друзьям, которые с нами сейчас сидят у вас дома, на веранде, у вас прекрасный американский флаг. И я знаю, что в сердце у вас висит еще один флаг, как минимум, да, скажем так. Вот, и мы этот флаг, ты раз видели на вашем катере, это флаг Израиля. Вот, поэтому, что бы вы хотели пожелать? Я бы хотел пожелать моим друзьям, моим близким и просто людям, которые нас слышат, чтобы они были нужными, чтобы они были востребованы, чтобы они были нужны на этой земле, чтобы они нужны были своим близким, чтобы, конечно, чтобы они нужны были Всевышнему, чтобы они были незаменимой частью его божественного плана. И чтобы он записал нас в книгу жизни, как минимум еще на один год. Ах, такое потрясающее благословение человеку открыть, что он нужен. Он нужен Богу, он нужен людям, он важен. Это не столько мы храним, как бы Тору, как Тор хранит нас, то есть мы открываем свою миссию и мы несем ее с гордостью. Итак, это ваше благословение. Кто-то из собравшихся хочет поднять, как бы, условно говоря, рюмочку или просто произнести какое-то такое неформальное, какое-то поздравление. Я должен сказать, что я хочу сказать, что мой дорогой ученик и учитель, который когда-то был у меня в классе, и который очень много меня научил. Опа, вот он у меня, прошу прощения, вот он у меня здесь, да? Наш дорогой Роско, который когда-то был таким мальчиком, который ходил в Сайной Академии, потом ходил в Эзру и в Рейдж, стал солдатом. Мы гордимся тобой, и мы рады тебя слушать. Потрясающее благословение о единстве. Поэтому, кстати, во всех молитвах Йом-Кипура мы подчеркиваем Авину Малкейну, наш отец, наш царь, помоги народу, помоги, никто не говорит просто, дай мне. Вот в этом сила. Когда мы молимся друг о друге, тогда наши молитвы, они услышаны. И ты научил нас преданности и храбрости во имя своего народа. Многие могли бы остаться здесь и, так сказать, заниматься своей карьерой и жить просто для себя. А ты еще, можно сказать, ребенок, который закончил только школу, показал, что такое служить своему народу и в самых, так сказать, непростых боевых ситуациях. Поэтому дай Бог тебе сил, здоровья, твоей замечательной семье. Аминь, аминь. Итак, кто-то еще из друзей хочет нам что-то добавить, друзья? Если вы с нами сейчас на Фейсбуке, вам просто приятно и вы хотите тоже что-то сказать, то вы можете просто оставить свои комментарии и выразить вот что вот, как сказать, что вы чувствуете. Вы сделали экспромт, как вы видите, я даже микрофоны не взял и телефон держу рукой, а не чем-то другим, да? Вот, ну, экспромт. Поэтому экспромтом желаю всем здоровья и счастья, и вы можете оставить. Присоединяемся, да? Присоединяйтесь, как я уже сказал. Итак, хорошего сладкого года всем вам!